Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти канал снова. Меня зовут Юля и в сегодняшнем видео у нас будет обзор на новые коллекции от Наташи Диноны, которая называется Smoke In Vision. Если бы точнее, обзор на новую палетку, которая называется Xenon. Xenon она пишется, она в общем произносится как Xenon. Также на ее кремовый карандаш для глаз, который я взяла в черном оттенке. Давайте немножко поподробнее поговорим о том, что же я взяла для этого обзора. Итак, начнем с того, что коллекция Smoke In Vision, она обширная. В нее вошли не только палетка и карандаш, а также в ее коллекцию вошел жидкий карандаш для глаз, который вышел чуть раньше, чем сама эта коллекция Smoke In Vision. Также в эту коллекцию вошла, естественно, палетка, которая является хайлайтом этой коллекции. В ее коллекцию вошли три кремовых карандаша для глаз в трех разных оттенках. Бургунди, коричневом и черном, каждый по 24 доллара. И также эта коллекция дополнилась кремовой подводкой в кремовой форме, не в карандаша. Это очень интересно, 24 доллара. И, в принципе, на сайте сейчас уже можно купить это все в сетах. И сеты сейчас с большой скидкой продаются на ее сайте. Мне возникает вопрос, это потому что она не так хорошо продалась, как, например, другие коллекции или какая-то другая причина есть. В общем, это очень интересно. Это все уже можно приобрести как на сайте Наташи Диноны, так и на Сифори. И также на Beautylish, откуда я и заказывала эти два компонента и коллекции. Первое, о чем я хочу поговорить, это будет, конечно же, палетка. Вот таким образом она выглядит. Простая упаковка, можно увидеть, что внутри этой палетки, цвета, что очень здорово. Интересная гамма. Изначально, когда я увидела эту гамму на Трендбуд, по-моему, я сначала не поняла, что это Наташа Динона. Потому что мне показалось, что эта гамма, она как-то странно выглядит, что ли. Но, в общем, потом я все-таки прониклась даже немножко и все-таки решила, да, что я хочу сделать на нее обзор. А, конечно же, упаковка, это тоже важно. Она выглядит вот таким вот образом. Очень приятно дотрагиваться до нее. Такой материал, как матовая, что ли, матовая упаковка. Очень прикольно. И сзади мы можем видеть, что нам пишет Динона о ее тенях, о составе и так далее. Я, кстати, посмотрела обзор Морган Тернер на эту палетку. И она сказала, что, скорее всего, здесь произошла ошибка, потому что на упаковке написано CP, то есть Cream to Powder. Тогда как на сайте это указано как CM, то есть Cream Matte. И, скорее всего, они сделали здесь ошибку, потому что это тени не в Cream to Powder, это Cream to Matte. Эту палетку можно приобрести за 25 долларов, что невероятно здоровская цена для тех, кто обожает такую гамму теней. И не хочет тратить очень много денег для того, чтобы получить вот такую потрясающую идеальную гамму для создания Smoky Eyes. И это здорово. И эта палетка сделана в Италии. Она веганская, не содержит парабенов и не тассируется на животных также. В этой палетке 5 оттенков. И, как можно видеть, когда вы открываете эту палетку, как будто вы, знаете, вот как карты для вас раскрыты. Вы сразу знаете, что, ага, я начну с этого оттенка, второй, третий. И последний будет, скорее всего, вот этот темный оттенок, ну или предпоследний, так. И, на самом деле, когда я начала открывать эту палетку, смотреть на нее, я сразу поняла, что я знаю, скорее, какой макияж я хочу сделать. Потому что не нужно думать, смотреть туториалы для того, чтобы узнать, какой оттенок куда наносить. Потому что здесь все понятно, и это очень классно. Сейчас я покажу вам свочи этой палетки. Надо сказать, что свочится палетка хорошо. Я согласна со многими людьми, кто сделал уже обзор, что это не прям, знаете, самый классный свочи, который мы когда-либо видели, когда свочили любую другую палетку от Наташи Диноны. Это та палетка, в которой именно шиммерный оттенок делает ее. В этой палетке есть этот оттенок, который называется The Blackest Black. И когда я его свочу, он определенно не свочится прям вау. Вот это как раз таки, о чем я говорю, что это не самая удачная палетка, в которой вы можете увидеть пигментацию, когда вы будете ее свочить. Как раз таки, когда вы будете делать макияж, уже можно увидеть вообще, о чем эта палетка. Второй оттенок, который называется у нас Loom. Это очень красивый оттенок, который также свочится, как будто бы немножко резиновым, что ли. И на самом деле эти оба оттенка Blackest Black и оттенок Gloom, они как будто бы чуть-чуть похожи даже. Далее оттенок Mist, это тот самый идеально транзиционный оттенок, который позволит вам растушевать ваши тени хорошо. И, в общем, свочится он нормально, но он немножко, конечно, пылит. И вообще он не прям вау, когда ты его свочишь, не знаю, он не смотрится привлекательным. И просто обычный белый оттенок для того, чтобы начать вам использовать эти тени, он смотрится в принципе обычный белый оттенок. Понятное дело, что в этой палетке самым классным оттенком является вот этот шиммер. Он смотрится просто потрясающе. Просто посмотрите на эту пигментацию, на этот блеск, вау. Хочется его нанести на все века и не делать, знаете, макияж с муки айс. Настолько он здоровски смотрится. Давайте поговорим теперь о карандаше для глаз. Карандаш для глаз, он в кремовой форме. Он обещает нам легкую растушевку и, в общем, все в этом роде. Ну, я не знаю, карандаш как карандаш. У меня ни разу не было карандаша для глаз или для губ от Наташи Динона. Это мой первый раз. Стоимость карандаша этого 24 доллара. Его можно приобрести в трех оттенках. Черном, в цвете бургунди и также коричневом. Мне кажется, вот коричневый это то, что я хотела взять. Но я подумала, что если возьму коричневый цвет, то он не будет смотреться хорошо с моим смоки айс сегодня. Поэтому я взяла черный. Формула у этого карандаша, она хорошая, очень кремовая. Не засыхает сразу. То есть вам дается какое-то время, чтобы подредактировать стрелки до их идеального состояния. Это здорово. Также, что очень классно об этом карандаше, вы его можете растушевать. Он хорошо растушевывается. И, в принципе, это не то, что я обычно люблю делать с карандашами для глаз. Я просто не очень люблю растушевку карандашей для глаз. Но, в принципе, это возможно. Он очень даже неплохо смотрится при растушевке. Ну, а теперь давайте протестируем и сделаем макияж с этой палеткой от Наташи Динона. Мне, кстати, очень нравится формат этой палетки. Такая компактная. Очень приятно держать ее в руках. И очень легко будет ее брать в путешествие и так далее. По дизайну мне показалось, что дизайн, вот как подобранные терифилы в палетке, мини-палетке этой, это очень интересная гамма. Потому что она смотрится настолько красиво, что кажется, это нереалистичная какая-то гамма. Как будто бы отфотошоплена она. Недаром, когда случайно эта палетка попала в сеть, еще до релиза ее, люди подумали, что это фейк. Что это не настоящая палетка от Динона. Но, в общем, это все правда. И давайте же уже сделаем с ней макияж. Итак, я нанесла на свои веки уже праймер от Makeup by Mario. Это, кстати, стал один из моих любимых праймеров. И я, можно сказать, уже вижу дырку в рефиле. Одном, что очень радует меня. Потому что я использовала его очень долго. И вот, наконец-то, это случилось. Итак, я, скорее всего, хочу начать, естественно, с самого светлого оттенка. Я возьму кисточку от Ruffer под номером 15. Если честно, я смотрела много обзоров уже на эту палетку. И когда ты смотришь столько много обзоров, ты вдруг начинаешь, ну, спрашивать себя, а нужен ли обзор на русском языке. Или как бы все русские бьюти-голики могут посмотреть на американском YouTube обзор на эту палетку. И когда ты начинаешь смотреть это все, ты вдруг понимаешь, что у тебя, в общем, теряется этот фарс, знаете, сделать видео в самой первой. Поэтому иногда вот такое тоже происходит. В общем, я просто решила нанести этот белый оттенок, чтобы закрепить сам праймер. И, в принципе, это очень такой хороший базовый белый оттенок, который позволяет нам подготовить наши веки к нанесению теней. И также можно подкорректировать брови этим оттенком, что очень здорово. И теперь я хочу, скорее всего, взять самый светлый оттенок. Вот знаете, прикол таких мини-палеток, что ты знаешь, что использовать для макияжа глаз, когда ты делаешь макияж такой мини-палеткой, потому что нет такого большого выбора цветов, чтобы думать и гадать, ой, а что мне использовать, какой макияж сделать, понимаете? Когда это такая мини-маленькая палетка, сразу понятно, какой цвет использовать после какого. Мне вот именно поэтому нравится формат этих палеток от Наташи Диноны. Я возьму ту же самую кисточку, скорее всего, немножко взяла этого оттенка серого. И этот серый оттенок, он, кстати, немножко пылит, нужно иметь в виду. Кстати, вот все эти оттенки, они, знаете, имеют такой синеватый цвет. И я, наверное, нанесу это на верхнюю часть века. Я даже не знаю, что я сегодня делаю, если честно. Вообще, с такими оттенками нужно, конечно, быть аккуратнее, потому что они действительно могут показаться грязными при растушевке или при неправильной растушевке. Такая гамма, с которой нужно знать, как ты работаешь, как мне кажется. Поэтому вот сейчас мы посмотрим, сможет ли девушка, которая увлекается макияжем, сделать какой-то нереально красивый макияж. В принципе, растушевывается он очень даже хорошо. Прям вау, пока никаких вопросов нет. Это мы еще не дошли до черного цвета, который может быть очень проблематичным. И далее я хочу использовать вот этот оттенок под названием Mist. Это очень красивый такой серый оттенок. Я использую кисть от Sigma под номером Е25. Я хочу нанести его вот сюда, в зону затемнения. Оттенок, с которым, мне кажется, будет комфортно работать, потому что он не дает вам огромного количества пигмента. В общем, с этим оттенком не нужно беспокоиться, что вы нанесете слишком много, и тогда, в общем, у вас будет слишком пигментированный яркий макияж. Это здорово. Опять же, немного синевый просматривается в подтоне этого оттенка. То же самое сделаем со вторым глазом. Я вижу небольшой такой момент, что, когда вы наносите этот оттенок, он может неравномерно наноситься, я бы сказала так. Это прям видно. То есть он как меловой, что ли. Я растушевываю его. Вообще, я должна использовать другую кисть для этой цели. Я возьму кисть от Sigma по номерам E40. Это самая знаменитая их кисть для растушевки. Я возьму тот же самый оттенок, серый, скорее всего. И немножко подтушу это. Я взяла немножко белого оттенка, чтобы подредактировать вот эту растушевку. Вернее, непонятный растушевочный момент. Честно, ребят, очень легко сделать грязь, используя эту палетку. Это 100%. Даже мне пришлось смотреть пару туториалов, чтобы понять, как работать с этой палеткой. Потому что, честно, когда я увидела ее, я немножко испугалась. Я подумала, боже, как я буду с ней работать. Но она выглядит слишком профессионально, я бы сказала так. Я взяла чуть больше серого оттенка под названием Mist. Я хочу еще немного нанести его в эту зону. И, как можно верить, он немного залипает. Я думаю, что вам это видно. Но это второй слой. Дальше я возьму кисточку от It Cosmetics под номером 139. Ой, мне этот оттенок хотела взять. Я возьму этот черный оттенок The Black is Black. Наташа Динона обещает нам, что этот оттенок, он будет невероятно пигментированным. И тем самым настоящим черным оттенком, чего вот этого момента я очень долго ждала, чтобы посмотреть, как он вообще проявит себя на глазах. Вау, он действительно черный. Но, да, я вижу этот синеватый потон, опять же, в этом оттенке, как и в предыдущем сером. Поэтому это нужно иметь в виду. И я, кстати, смотрела обзор Morgan Turner. Она говорит, что оттенок Black is Black в этой палетке, он не схож с ее самым знаменитым оттенком Black is Black в тенях-однушках. То есть они не схожи. Поэтому напрашивается вопрос, может, потому что эта палетка 25 долларов стоит, поэтому здесь другой оттенок Black is Black. Пока что я точно могу сказать, что я немного боюсь этого черного оттенка. Потому что, да, если ты не визажист, да, понятное дело, тебе нужно быть аккуратнее. Потому что ты никогда не знаешь, насколько хорошо или плохо пройдет эта растушевка. Но пока что мне нравится, как это смотрится. Хоть это еще не закончен образ. Далее я хочу взять тот же самый оттенок Mist. И я возьму кисточку от Sigma под номером E40. И я начну понемножку растушевывать эти два оттенка. Возьму еще немножко черного оттенка на эту пушистую кисть. И нанесу его еще вот сюда, в зону растушевки. Возьму ту же самую кисть от Ruffer под номером 15. И я, наверное, возьму вот этот оттенок посветлее. И проработаю вот эту зону. Влево-вправо, влево-вправо. Далее самое интересное и самое восхитительное в этой палетке. Это, конечно же, вот этот шиммер. Наверное, шиммер, да, не металлик. Все-таки называется он Chromatic. И это, наверное, тот самый оттенок, который делает эту палетку без сомнения. Просто посмотрите, насколько потрясающе пигментирован этот шиммер. Тераметаллик, наверное. Наверное, вау, это, наверное, тот оттенок, на который я обратила в первый раз внимание, когда я увидела эту палетку. Не на черный оттенок, не на светло-серый, а именно вот на вот этот блестящий серый оттенок. Мне не терпится уже его нанести на глаза, если честно. Лично мои любимые оттенки у Диноны, это, как правило, металлики. Наверное, как и у всех, потому что она знает, как их делать. Мне кажется, пальцем это самое лучшее. И да, мы видим этот потрясающий пигмент, сияние, блестки. Я пока не вижу никаких опадашек. Конечно, 100% это тот оттенок, который сделал эту палетку. Вау, я влюбилась в этот оттенок 100%. И если вы посмотрите обзоры, то многие фанатеют именно вот от этого оттенка, который называется у нас Chromatic. Прям вау, любовь. Я хочу взять ту же самую кисточку от Raffer под номером 15 и взять, скорее всего, вот белый и вот этот светло-серый оттенок, чтобы немножко подредактировать этот сияющий оттенок. Таким образом, немного подтушую то, что не очень смотрится классно. Вау, мне кажется, или после нанесения он как будто бы прилипает к вашим векам и, скорее всего, он будет держаться очень долго, потому что... Как будто бы есть эта клейкая основа, которая позволяет ему оставаться на ваших веках. Это очень-очень здорово. Я возьму оттенок Blackest Black и немного нанесу его в эту же часть, где мы нанесли его раньше. И под конец я решила взять вот такую плоскую кисточку от It Cosmetics. И я также решила взять вот этот темно-серый оттенок под названием Mist и я смешала его с Blackest Black. Я только сейчас поняла, что, оказывается, я все это время неправильно произносила название этого темно-серого оттенка. Называется он вообще Gloom. Так вот, сейчас под конец этого макияжа я решила смешать этот темно-серый оттенок Gloom с оттенком Blackest Black. Ниже опустила растушевку. Это дает такую иллюзию лисих глаз, что ли. Я не знаю, мне так всегда нравится опускать темный оттенок чуть пониже. Вот, к середине получается, да. И мне кажется, таким образом, это сейчас стало смотреться чуть интереснее, чем до этого. Конечно же, я забыла рассказать вам о том, что будем использовать еще и карандаш для глаз из этой новой коллекции Наташи Диноны. Вот таким образом выглядит упаковка этого карандаша для глаз. Сделан он в Италии, конечно же, как и все у Наташи Диноны. И он вышел в трех оттенках. Я взяла черный оттенок, хоть я и обожаю все-таки больше именно коричневые карандаши для глаз. Потому что, ну, карри глазкам всегда, как правило, идут лучше всего именно коричневые оттенки. И вот таким образом выглядит этот карандаш для глаз. И что очень классно, его можно поточить обычной точилкой. И по первому взгляду он выглядит очень таким классненьким, тоненьким, что идеально для того, чтобы нарисовать те самые идеальные стрелки. И Наташа Динона обещает нам невероятную пигментацию, кремовую текстуру, невероятно кремовую текстуру. И тот факт, что этот оттенок черный, означает то, что он будет черным-черным, как black as black в ее тенях. То же самое и с карандашом. Опять же, я немножко жалею, что я не взяла карандаш в коричневом оттенке, потому что мой карандаш от Патрика Старо, мой любимый, он уже, в общем, весь высох. Итак, я, наверное, хочу сделать небольшую стрелочку. В принципе, да, это очень даже хороший по текстуре карандаш. Сказать, что он прям какой-то супер уникальный, я не могу сказать так. Потому что, в принципе, все карандаши, которые у меня есть в моей коллекции, они, наверное, даже так же ощущаются. Поэтому сейчас будем смотреть, может, что-то в нем есть другое. Знаете, сейчас я все-таки вижу, чувствую, вернее, что этот карандаш, он как будто бы более такой плотный, что ли. Он дает более плотное покрытие, когда я пытаюсь сделать стрелку. Прикольно. Было бы прикольно, если бы я могла его вот таким образом выкрутить. Но, в общем, что есть, то есть. Итак, наш образ почти готов. Осталось только оформить нижние реснички. Для этого я хочу взять, скорее всего, вот этот темно-серый оттенок, который называется у нас Gloom. Я возьму кисточку от Morphe под названием M507. И я так тихонечко попытаюсь оформить, не делая из этого грязи какой-либо. Потому что это все-таки не обычный нюдовый оттенок, коричневый. Также я хочу взять немного черного оттенка, чтобы затемнить эту область. Особенно вот в этой области. Мне кажется, это будет идеально. И далее я возьму вот такую кисточку, плоскую кисточку. И я хочу все-таки взять немножко этого оттенка серого, который у нас самый лучший в этой палетке. И я хочу просто немножко нанести его вот сюда. Мне кажется, таким образом глаза раскрываются чуть получше. Макияж смотрится интереснее, когда какой-либо сияющий оттенок есть на нижней части ресниц. Определенно. Я вернусь к вам, ребят, через секунду с уже полностью готовым макияжем. И вот таким образом выглядит наш конечный образ с использованием новой палетки Зинона от Наташи Диноны. И также с использованием ее карандаша для глаз в черном оттенке. И для того, чтобы закончить этот образ, я использовала помаду от Наташи Диноны также. Мне кажется, образ получился очень даже классным. Мне нравится, как это все смотрится. Возможно, у меня не самая прям супер-классная растушевка, но мне кажется, для первого раза пойдет. Сейчас я взяла свою палетку Таташи Диноны, которая называется Glam Palette. И если я сравню эту палетку с палеткой Зинон, то на первый взгляд они немного похожи. Но тем не менее, конечно, эта палетка Зинон новая. Она гораздо более активная, более пигментированная, более такая гранж стиль, конечно. Есть небольшие схожисти, конечно, с этой палеткой, в том плане, что здесь есть вот этот вот самый темный оттенок в середине. Он, конечно, немного похож на то, что у нас есть в этой палетке. Но, понятное дело, что эта палетка, она гораздо более активная. И та самая палетка, которая будет идеальна для создания этого Smoky Eyes. И также я взяла вот эту палетку Taupe от Colourpop. И, конечно, палетка Taupe это что-то, что очень далеко от палетки Зинон. В общем, мои первые впечатления, это то, что эта палетка, она уникальна в своем роде, определенно. У меня нет в моей коллекции ничего такого гранжевого, ну, в общем, теней в стиле гранж, чего-то такого темненького. И это как раз таки то, что классно, чтобы у тебя было в коллекции. Вопрос в том, насколько я буду часто использовать эту палетку. Ответ, наверное, очевиден, что не часто. Скорее всего, буду использовать ее, когда есть необходимость у меня создать этот Smoky Eyes. Потому что здесь есть все те самые оттенки, которые я могу использовать. И все они в одной палетке, да. Мне не нужно там искать тот самый идеальный черный в одной палетке. Потом искать белесый серый оттенок для растушевки, да. Поэтому эта палетка, она компактная, она классная. 25 долларов за эту гамму это очень классная цена и классное предложение. Эта палетка, она все-таки для какого-то особенного дня, специального события, да, ужина, там, свидания, фотосессии. Вот. И я думаю, что Наташа Нинона создала классную палетку, занятую дорогую цену, которую может купить каждый. И при этом не тратить крыло самолета, да, чтобы купить эту классную формулу. Ой, что у меня здесь такое? Я не разочарована, что я купила ее, хотя изначально я спрашивала себе, хочу ли я ее купить, нужна ли она мне. Но потом, как правило, как бывает, ты заходишь на YouTube, и если вы подписаны на большое количество битеблогеров, они все пастят, что вот новая палетка от Наташи Диноны, покупайте. То же самое, как и сегодня, я зашла на YouTube, проснулась, и просто каждый, каждый ютюбер, на кого я подписана, сделал пост на YouTube, что Пэт Маграс вышла с палеткой. И что вы думаете, конечно же, это заставляет вас купить. Конечно, это заставляет вас сделать покупку, совершить покупку. Поэтому, мне кажется, если вы на low buy, то это то, что вы хотите сделать, именно отписаться от всех битеблогеров, потому что вам захочется все равно что-то купить. В общем, немножко отвлеклась от этой темы. Мне кажется, получилась очень даже хорошая растушевка у нас сегодня. Это мой первый раз в использовании этой палетки, поэтому я определенно хочу еще с ней поиграть, чтобы посмотреть, что я могу получить еще из этой палетки. Мне кажется, Наташа Динона знала, что она делает, и она, в общем, создала ту цветовую гамму, которая подойдет тем, кто обожает вот такие темные smokey eyes оттенки. И насчет карандаша. Карандаш, это, наверное, то, чему я не очень рада, потому что, ну, окей, я использовала всего лишь его один раз, и он уже такой весь маленький. Тут почти ничего не осталось в этом рефиле. Поэтому мне не очень нравится тот факт, что мне нужно постоянно будет подтачивать его. Буду, конечно, им играться, но я не могу сказать, что я прям такая, вау, какой классный пигмент. Это обычный хороший кремовый карандаш для глаз. Стоит ли он 25 долларов? Я не знаю, может быть, нет. Наверное, это слишком дорого для карандаша просто для глаз. Вот. Мне все так же пришлось использовать подводку в фломастере, да, потому что я поняла, что мои стрелки, они не получаются такими прям идеальными. И, в общем, мне пришлось доводить кончик стрелки, чтобы было что-то такое вот красивое и ровное. Опять манаем свой лоб. Поэтому, да, мне кажется, что карандаш, это не прям что-то, что как бы стоит ваших денег. Есть отличные карандаши из бюджетного сегмента. Сейчас, когда смотрю в свой монитор, я вижу, что у этих теней прям такой насыщенный и синеватый какой-то подтон. А мне вот интересно, есть ли такие тени, которые в такой же цветовой гамме, у которых нет этой синеватой гаммы. Я, кстати, маме покупала, помню, палетку от Colourpop. Она в такой же примерно гамме, скорее, наверное, в такой же почти, как и в Glam Palette. И, вот, мне кажется, в той палетке или даже в этой палетке нет такой отчетливого синеватого подтона. Давайте посмотрим на вот этот оттенок. Мне кажется, даже этот оттенок, он как будто бы получше даже свочится. В общем, они даже очень похожи. Вау, они супер похожи. Дайте мне знать, что вы думаете об этой палетке. Купили ли вы ее? Собираетесь ли вы покупать ее? Или вы собираетесь пропустить этот запуск от Наташи Диноны? Я, опять же, очень долго думала, брать мне ее или не брать. Потому что, посмотрев на нее в первый раз, я как-то поняла, что это немножко не мое. Это не моя цветовая гамма. И, вот, что вы думаете, я ехала в машине, и тут я захожу на бьючилиш и понимаю, что все. Палетка у меня в корзине, я ее покупаю. Конец истории. Поэтому, да, ребят, надеюсь, вам понравился наш сегодняшний обзор на новую палетку от Наташи Диноны Зинон. И, надеюсь, что я рассказала вам все, что вы хотели узнать о ней сегодня. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете об этом запуске. И, также, пишите в комментариях, насколько вы считаете макияж у нас удался сегодня. Так что, да, ребят, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока.